я не могу сказать что я проиграю начнем с этого да потому что если как бы на меня с время повесили такой ролик что я чемпионом должна быть вести но даже чтобы стать чемпионом то это очень долгая длительная работа это у меня такой был первый опыт тяжелый тяжелый я прекрасно понимала что во-первых в санкт-петербурге любой человек который приходит из другого города тем более из москвы это уже вызывает определенную реакцию плюс я шла по избирательному округу где до меня была ирина хакомат который за четыре года там ни разу не появилась опять же найти ирина обе из москвы и вот это все тянулось плюс конечно наверно может быть потому что я привыкла что в спорте в общем мы боремся значительно честнее и мудрить и хитрить вот здесь вот да когда хочешь что-то сделать идти на какие-то верстки а я столкнулась что конечно выборная кампания на всякой вот я помню что мне один раз даже спросили на то что хочешь во всей этой истории остаться чистой и пушистой я говорю я не хочу пушистой я не пушистая но я хочу честно оставаться по крайней мере по отношению к себе я привыкла брать высоты поэтому почему я должна сдаваться первый опыт сделаны на выводы сделаны какие-то пометки во вторых я только-только вернулась из америки и конечно все что происходило здесь стране я знала может быть вот какую-то вот отдельную сторону но все что происходило в стране поэтому я считаю это был очень хороший замечательный тяжелый опыт но без падения никогда не поднимешься мне не надо делать карьеру мне не надо не не прикосновенности потому что карьер у меня есть чего мне бояться у меня нет никаких-то украденных миллионов или еще что-нибудь да просто была задача поставленная вот и какой-то группой людей и мной самой что раз нормативно законодательных актов области спорта и развитие физической культуры и как у нас говорят я вообще считаю спорта и в образовательных и в среде и для взрослых людей для инвалидов то это должен кто-то делать наверное это должен все-таки делать человек который ближе к спорту больше понимает не только наши проблемы не знает как эти ситуации решаются то потому что мне кажется очень много мы принимаем или пытаемся принять какие-то законы подзаконные акты или протаскиваются буквально какие-то проекты без учета того что в других странах эти вопросы уже решены я не говорю что их надо копировать но знать как это можно решить предложить какие-то другие варианты они просто идти и снова открывать колесо это тоже неправильно опыт у меня как бы и жизни и работы в других странах достаточно большой был потому что путать путешествие там туризма с проживанием это совершенно неправильно да это не просто я приехал посмотрела на месяц я там просто абсолютно жила как рядовой человек я платила налоги я знаю как строится работа с детьми я знаю что такое школьное образование в америке как она в канаде как работает спортивная организация то есть это достаточно жизненный опыт который никакой учебник вам сразу не даст раз так и спорт по крайней мере научил да вот я если ставил вот чемпионат мира или этот олимпийский цикл вот я все-таки должна как бы соизмерить свои силы в первую очередь вот в этой ситуации и посмотреть сколько мне тоже будет интересно просто упрямо идти а что-то какой смысл я слава богу в том возрасте и в том состоянии когда я могу себе сказать мне это интересно я хочу делать или мне это не интересно я могу быть совершенно спокойно бабушкой там или заниматься чем-то таким потому что уже многое сделано поэтому я загадывать так далеко не хочу я продолжаю как бы проводить консультации но не для спортсменов а больше наверное для наших молодых тренеров он потому что еще ситуацию ведь смотрите мы за последние пять лет мы построили более трехсот катков в россии чтобы нам было это понятно что такое вот в советском союзе когда я закончил поступать в 80-м году у нас на весь советский союз было около 100 ледовых площадок искусственного льда сейчас вот только вот 300 да и конечно подготовка кадров не успевает за строительством раньше у нас была наоборот и ситуация нас было достаточно много специалистов но негде было работать сейчас мы начинаем буквально вот ребят малоопытных тренеров которые понятно найти как у спортсмена есть вот твой диапазон и уровень когда можешь подняться так и у тренера тоже есть своя специализация и свой уровень мы вот буквально пускай не обидится на меня третий сортный товар начинаем покупать за товар как высшего уровень то есть спрос намного опережает наши возможности и чтобы этот спрос удовлетворить то мы очень некачественные не очень хорошо подготовлены начинаем закупать деньгами к сожалению это не купишь особенно если это касается педагогов или спортсменов или тренеров вот здесь все-таки качество стало здорово отставать я считаю это вообще самое дурное сравнивать потому что это главное мне кажется болезнь российского народа мы себя то ссср сравниваем то мы себя сравнивали с украины то мы сравниваем себя с германии или с англией или с америкой мы эти чтобы сравнивать надо понимать точка отсчет что она сравнивать с america что нас сравнивать с какой-то маленькой страной типа вот очень часто приводят пример Например, Сингапур. Ну, слушайте, моська и слон. Совершенно другая культура. Все другое. И самое главное, лучше что-то делать, чем сравнивать. Что-то было хорошее, мы должны это помнить. Было много таких вещей, которые нас не устраивало. И поэтому сейчас мы многие моменты видим совершенно, знаете, в таком вывернутом состоянии. Потому что страна, которая вообще, народ, который не знал, что такое демократия, мы ее только учили по учебникам. И вот понятие свободы мы перепутали с распущенностью. Потому что любая демократия и любая свобода – это очень жесткие правила поведения каждого. И ты должен это понимать. А мы решили, что чем я более распущенный, чем я больше себе позволю, чем я безответственно не работаю, чем я больше вылью на кого-то. Вот как-то очень смешная ситуация. Чтобы поднять себя, нужно обелить других. Вот мы здесь немножечко… Вот получилось так, что вот открыли вдруг двери, и пошел свежий воздух. А мы не знаем, что делать. А все равно, извините, в квартире вонь остается. Вот если так грубо сравнить. Поэтому многое то, что нас не устраивает сегодня, оно где-то корнями, образованием, и с тем стилем, как мы жили, с тем строем, и с нашим человеческим отношением, оно перешло в сегодняшнее. И это нас не устраивает. А корнями это все оттуда. Самое мощное, наверное, выступление это было после выборов. И понятно, что это могло произойти только в Москве. Почему? Потому что как бы сама выборная система, даже в советское время, я работала на выборах. Слушайте, ну, не шел народ в Москве голосовать никогда особенно. Это не может быть и в других регионах, да. Вот когда вот эта пошла волна, можно понять, вот в Москве. И самое главное, мне что понравилось тогда по-своему, мы все, как вам сказать, мы не испугались, но мы напряглись, потому что какое-то новое. И самое главное, очень было мирно. Да, изначально. Потом это стало переворачиваться, возлобленность какую-то, противостояние. Даже те моменты, когда протягивали руку, чтобы разговаривать, вот это такое. И, наверное, самое главное, для любого движения, для любого достижения нужен лидер, нужна идея, нужна программа. Естественно, круг людей, которые тебя в этом будут поддерживать и идти к этой программе. К сожалению, нам эта оппозиция не показала. И самое главное, вы знаете, даже не те, которые у власти, как говорят, вот мы, мне кажется, самое большое разочарование пошло даже не тех, которые при власти или у власти, или во власти. А как раз те люди, вот когда вышли в декабре, в январе, когда вышли, еще никакого и закона-то не было. Потому что, если говорить о законе этом, то все было преподнесено все совершенно по-другому. Потому что не хотели этот закон, но нас Америка выставила. Вы понимаете, объясните, в конце концов, людям, что все равно закон Джексона Веника, он все равно отпадал. Раз мы принято в ВТО, автоматически этот закон терял свое значение. Потому что Америка подписала все. А там есть свои условия, что если мы входим в этот союз, как бы, то те преграды, которые есть, двухсторонние или трехсторонние, вот именно касающиеся торговли, они сами по себе отпадают. Но не могли же успокоиться просто так. Значит, был придуман вот такой. Причем, откуда он возник? Просто, честно говоря, произошла трагедия с этим человеком. Но откуда все эти корни, понимаете? Плохо сработали те, которые это выдвигали. Я вам скажу, что если закон по тому, что не отдавать детей на усыновление, этот закон лежал в Госдуме. Одни коммунисты его подавали целых три раза. То, что в 2010 году мы приняли решение, что временно остановить передачу детей в Америку только. Мы же не передаем, не остановили Францию, Италию. Потому что с этими странами у нас подписаны договора, которые работают. С Америкой не было такого договора. Америка во многих ситуациях игнорирует какое-то международное мнение, не подписывает. Мы можем даже привести, который не касается политики. В конце концов, когда все-таки были подписаны эти документы, то прошло достаточное количество времени, когда показали, что они не хотят это, игнорируют. Все, что касается судейства, все, что касается тем моментам, которые произошли с детьми из России. Другой момент, что этому придали такую политическую огласку, не выдали цифры, не выдали информацию. Если все считают, что мы так просто, депутаты, согласились, да нет. Мы соглашались на это. Знали мы, на что идем. Мы же не такие совсем оболваненные. Но мы тоже по-своему торговались. Мы сказали, да, мы это примем, потому что это есть такой момент политический. Но мы примем это на том условии, что затем пойдет целый пакет законопроектов, которые будут помогать и людям с многодетными ситуациями, людям, у которых дети инвалиды, что другая совершенно пойдет медицинская помощь, если такие дети находятся в домах для детей. То есть это пошло само по собой. Но, как всегда, мы проигрываем в чем? В информации. Если вот даже вот наша ситуация по 2008 году, когда вот была ситуация из Грузии, я в этот момент как раз была в Америке. Знаете, это было вообще страшно слушать. У нас же на глазах, когда выступала девочка из Цехенвала, когда ее совершенно спокойно с телевидения убирали, выключали. Проигрываем вот это то, что называется, знаете, информационную войну или информационную политику. Мы ее здорово проигрываем. И здесь нам должно, все-таки мы должны сказать, что наша пресса, она, конечно, должна быть свободной. Мы не имеем права. Но все-таки у прессы, как у любого гражданина, должна быть какая-то тоже позиция. А не просто вот свалить все в одну кучу и смотреть, какая куча сама разгребется. ОдинТВНЕТ.РУ Смотрю, что хочу. Продолжение следует...